Проект телеканала Своё ТВ. Большое спасибо! Подходит к своему завершению. Но это не значит, что мы перестанем благодарить врачей. Врачей мы теперь будем благодарить всегда. Я в этом просто не сомневаюсь, потому что все почувствовали и узнали настоящую значимость этой профессии. Друзья, сегодня мы приехали в Туркменскую районную больницу. Здесь мы вас познакомим с новым героем нашего проекта. Большое спасибо! Пойдёмте знакомиться. Друзья, новый гость нашего проекта. Большое спасибо! Либо Айна Муратовна, заведующая инфекционным отделением Туркменской районной больницы. Айна Муратовна, предлагаю нам немножечко пройтись, пообщаться. Расскажите, пожалуйста, как пришли в профессию, почему решили стать врачом? Ну, вы знаете, как и многие, наверное, скажу, что вообще это была мечта детства. Это как-то всё идёт с детства. Очень хотелось почему-то помогать людям, спасать именно, как мама всегда мне это рассказывает, ты мечтала спасать детей именно в Африке, то есть в каких-то вспышках, в Африке, именно где плохие условия для жизни, где плохая вода. Это не доктор, айболит случайно повлиял? Не знаю, возможно, возможно. Потому что именно вот всё как-то пришло именно вот с детства. С детства и в подростковом периоде именно посещала все вот эти кружки, которые были у нас именно по медицине. И после этого вот наши преподаватели, спасибо им, они возили нас именно в все высшие учебные заведения мы посещали в России. И вот как-то это всё пришло вот уже в более зрелом возрасте. Это было окончательно, это было именно желание такое уже осознанное. Осознанное, да. Вот когда шли в профессию, думали о том, что придётся вот в таких условиях когда-то работать, что будет вот что-то такое экстраординарное, как пандемия, да? Вы знаете, в общем, конечно, когда выбираешь профессию именно врача и специальность инфекционной болезни, это понятно, что ты должен отреагировать в любое время дня и ночи. Вообще инфекция – это дело такое, что человек, как бы, это возникает остро. Когда это возникает остро, ты должен отреагировать, соответственно, тоже остро, немедлив, как бы… Оперативно. Оперативно, да. И, скажем так, ну, в таких масштабах, конечно, о такой пандемии, выбирая профессию, конечно, я не думала, но, наверное, хотела, конечно, работать именно вот в условиях такой вспышки, скажем так. Да, может, это была действительно мечта с детства, и, как бы, может, хотелось бы себя в этом именно проявить. А скажите, вот страшно было? Вы знаете, я, наверное, совру, сказав, что было не страшно. Страшно было. Было страшно первый месяц, первые два месяца. И страшно было не только нам, и больным, и всем сотрудникам. И семье моей было страшно за нас, как бы, потому что страшно было идти домой, отработав рабочий день, зная, что ты, возможно, можешь быть носителем этой инфекции, или можешь принести что-то детям, да, вот, или пожилым родителям, как бы, вот это, наверное, было страшно. А что было самое тяжёлое вот за вот этот год прошедший? Вы знаете, наверное, самое тяжёлое было именно спасать людей. Мы даже, вот, как бы, были готовы одеваться, да, вот в такую жару, вот, летом, и даже и в холод, как бы, было холодно в костюмах, скажем так. Но именно было страшно за людей, которые, не понимая, как бы, больше паниковали, нежели бороться с этой болезнью. То есть с паникой, да, бороться было сложно. Вы знаете, я очень, как бы, часто говорила своим пациентам, что ведь, если человек поставит себе цель, он обязательно эту цель, он добьётся, именно у него будет положительный результат. Но если человек паникует и не может совладать своими эмоциями, естественно, тут о благоприятном исходе, как бы, было трудно говорить. – Скажите, а вот за вот этот прошедший год есть такое, что, вот, может быть, вы почувствовали, что люди стали больше ценить врачей, как, ну, вот, специалистов, да, вообще, медиков? Стала ли профессия ценнее, на ваш взгляд, для людей? – Ну, конечно, да. Потому что, на самом деле, пандемия охватила такие масштабы, что именно нужда людей в нас, как в специалистах, как во врачах, она возросла в разы. И об этом говорят цифры переболевших, выздоровевших, больных за время пандемии. – А вот слова благодарности стали чаще слышать в свой адрес? – Это безусловно. И причём слова были искренние, это были настоящие слова, которые идут именно от сердца. Потому что, вот, как я говорила уже выше, именно больные, они поступали в панике. Их сначала нужно было успокоить. И многие даже сейчас, встречая, как бы, нас в магазинах, в каких-то общественных местах, услышав мой голос, всегда, как бы, оборачиваются, потому что они же наших лиц не знают, как бы, ну, не все, но многие, потому что только глаза наши и голос. И они говорят о том, что именно вот ваши голоса, ваш голос, как бы, в первое время многие говорят, что даже снились вот ваши голоса. И, как бы, вот эта поддержка, благодарят очень многие за поддержку. Ну, было очень много у нас именно благодарностей и в редакцию. Ну, об этом мне уже говорили члены моей семьи, потому что, как бы, нам было не до, как бы, чтения газет. Ну, об этом вот звонили мне и говорили родственники, что вот, мы видели вас, как бы... В местной газете, да? Да, в местной газете. Очень многие наши пациенты писали слова благодарности, как бы, нашему отделению. Насколько я понимаю, сейчас ситуация попроще с ковидом? Да, вы знаете, да. Конечно, уже случаев новой коронавирусной инфекции все меньше и меньше, слава богу. Но у нас еще есть, как бы, случаи. Вот сейчас, на данный момент, у нас в отделении двое больных у нас есть. Как бы, еще полностью расслабляться, как бы, рано, наверное. Поэтому, как бы, мы еще держим ухо востро. Последний вопрос. Вы считаете себя героем? Ой, ну... Ну, может быть, не в таком понимании, да, вот прям, герой. Ну, вот, вы же отдаете себе отчет, что вы действительно на передовой, если так можно сказать. Ну, конечно, да, я отдаю себе в этом отчет, но не могу сказать, герой я или нет. Наверное, это могут сказать наши пациенты, которых мы вылечили, которые ушли от нас на своих ногах. Как бы, наверное, это они вам скажут об этом, а не я. Айна Муратовна, ну, у нас... Мы приехали с приятной миссией. Во-первых, сказать вам большое спасибо. И от нашего телеканала, и от жителей всего края, и в вашем лице сказать большое спасибо всем вашим коллегам. У нас есть такая приятная миссия. Вот это такой фрагмент пазла, из которых, из разных-разных-разных его частей, будет состоять большой арт-объект, который мы установим ко дню медика в Железноводске. Если можно, вот я вас попрошу вот здесь написать наименование вашего учреждения, ну и, может быть, пару приятных слов. Айна Муратовна. Ну, у нас еще одна важная миссия. Вот эта мини-копия нашего арт-объекта, собственно, вот как раз из таких пазлов будет состоять вот это большое сердце, в том числе вот из этого. Я у вас его забираю, извините. Фломастер тоже. Но вот эту мини-копию с удовольствием передаю вам, со словами благодарности от всех жителей Ставропольского края, вам и вашим лице, вашим коллегам. Большое спасибо. И вам спасибо, на самом деле, за то, что вот так вот прославляете врачей, которые в каких-то маленьких районах борются с таким серьезным заболеванием. Тоже хочется сказать огромное спасибо своему коллективу, дружному, сплоченному, конечно, без которого, наверное, мы бы не смогли бы победить такой вирус своему руководству больницы и своей семье. Спасибо большое. Но вот на самом деле и нечего добавить. Наверное, добавлять не будем. Мы просто продолжим наш проект. Большое спасибо. И очень скоро поедем в новую больницу. Будем знакомить вас с новыми героями. Наш проект продолжается. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok